Яна Захарова наплевала на свои принципы и решилась на то, от чего всегда зарекалась. Всем привет, друзья! Не забудьте подписаться на канал и нажать на колокольчик под этим видео, чтобы не пропустить свежий выпуск новостей. Яну Захарову поставили перед неожиданным для нее выбором. На лобном месте девушку фактически заставили поцеловать одного из парней, с которым у нее, по словам Влада Кадони, шурум-бурум. К слову, сама Захарова отнекивалась до последнего, уверяя, что не способна сделать такое на камеру. Впрочем, Владу удалось ее ломать. Выбирать ей пришлось между Лешей Адеевым и новеньким Эдуардом Берегчеевым. Правда, кандидатуру Эдуарда, участница телестройки, отвергла почти сразу. А вот Алексею Адееву посчастливилось быть поцелованным, причем сама Захарова заметно смутилась, оттирая красную помаду с губ Алексея. Кадони предположил, что начало романа парочки наконец положено. А вы тоже так считаете, друзья? Напишите в комментариях. Наде Ермакова нужна Даниэлю Чистову из-за любви или расчета? Спорят в сети. Чем больше, вовсе не радостным голосом Даниэль Чистов оправдывается в своей любви к Надежде Ермаковой в эфирах Дома-2, тем чаще возникают сомнения не только у Нади, но и у зрителей проекта. Разоблачение истории с проверкой на совместимость добавило скепсиса в оценке этой пары не только участникам телестройки, но и поклонникам этого шоу. Счастливо эту пару назвать сложно. Слишком потухшая выглядит Ермакова с экрана. Или она устала от того, что приходится совмещать сразу две должности? Возлюблена Чистова и кастинг-менеджера телепроекта Дом-2. Если реакцию мамы Нади Татьяны Петровны на долгожданный прорыв дочери на личном фронте показали, то упорный отказ Даниэля делать предложение Ермаковой явно найдет одобрение у его родителей. Судя по ответам Ермаковой в социальных сетях, не только Новый год Нади и Даниэль собираются встречать вместе, но и в следующем году будут принимать участие в свадебном конкурсе, которому уже готовятся многие пары на телепроекте. Так из-за любви ли расчета остается Чистов в паре с Ермаковой, как считаете? Кстати, вскрылась ложь об обследовании совместимости Ермакова и Чистова. Это вскрылось в очередном выпуске конкурса «Квартирный вопрос» в присутствии мамы Татьяны Петровны. Еще неделю назад в своем прямом эфире Даниэль Чистов уже признавался, что потребуются дополнительные анализы, к которым он пока не готов. Запланированная очередная история о намерении любым путем выдать замуж Ермакову была представлена зрителям Дома-2. Или все-таки не согласился Чистов такого рода обследование проходить, так как в его собственные планы совместные дети с Надеждой Ермаковой явно не входят. Только заявить об этом честно у него не получается. Один ведущий Черкасов делает удивленное лицо при раскрытии этой темы. Или есть те, кто верит в светлое совместное семейное счастье Ермакова и Чистова, основанное на медицинских показаниях? Кристина Бухенбалты опозорилась на новогоднем корпоративе Дома-2. Кристина оправдывается перед подписчиками за видео, которые активно обсуждают в сети. Во время съемок еды и посуды на столах не было, но был торт, который Кристина ела пальцем, вытирая руки об скатерть. Бухенбалты опозорилась на этом корпоративе и называет самоиронией эту ситуацию, ведь салфеток не дали, вилок и ложек тоже. Как ей надо было поступить? Пока Кристина называют цыганкой и рассказывают ей простейшие правила поведения за столом, редакторы телепроекта выставили в сеть другой компромат на участников реалити-шоу. Настя Бегрина долгое время провела под столиком, разыскивая потерянную вещь или просто шнурок, завязывала Ромашову или прилегла вздремнуть, но выглядело ее поведение со стороны подозрительно. Последние съемки длились целый день, и ребята уже спали в съемочной студии в перерывах между сценками по сценарию. Сил нет и никто уже не веселится, рассказывает пострадавшая на концерте Алена Пенченко. Обе пассии Ромашова, бывшие нынешние, упали лицом в грязь на банкете. Совпадение или так было задумано, ведь девушки до сих пор недолюбливают друг друга и пытаются выделиться в эфирах. Кстати, Бухенбалты в очередной раз рассталась с Грантом, но теперь непонятно, когда покажут их ссору или вырежут из эфиров, ведь нелогично после Нового года показывать зрителям конфликты двухнедельной давности. Давид Данг закрутил роман с бывшей участницей телепроекта, которая старше него. Мария Кахно в который раз собирается вернуться на проект. По крайней мере, время от времени говорит об этом у себя в сториз. Однако пока максимум, на который решилась Маша, это участие в съемках спецвыпуска Дома-2, где решается квартирный вопрос. А вот накануне блондинка вновь заговорила о своем возвращении. И на этот раз все серьезно. Так, к примеру, Маша не просто определилась с симпатиями, чего не было раньше. Девушка уверяет, что влюблена и даже получила благословение от матери. К слову, имя избранника Кахно ни для кого совсем не секрет. В своем инстаграм Маша поделилась кадрами, на которых запечатлена в обнимку с Давидом Дангом. Сама девушка сразу подчеркнула, Давид приглянулся ей не только внешне. Марию подкупил тот факт, что Данг заботится о матери и тяжело больной сестре. Стала известна настоящая причина размолвок в паре Насте Бегриной и Жени Ромашова. Казалось бы, идеальные отношения Ромашова и Бегриной, за которых еще недавно так искренне радовались зрители, трещат по швам. Парочка не перестает ругаться. А претензии Жени, одна часть превратившегося в истеричку, растут как снежный ком. Зрители уже заметили, Ромашова не устраивает в избраннице буквально все и даже мелочи. К примеру, шутки Насти и тот факт, что она почти не готовит. Хотя раньше на это Женя внимания не обращал. Впрочем, все уже встало на свои места. Не так давно на просторах сети вновь объявилась Юлия Белая. Более того, девушка вышла на связь с бывшим бойфрендом. А вот после свежего фото Юли, никто уже не сомневается. Она может вернуться на проект. Сам Ромашов, по всей видимости, готовит почву для их воссоединения. Артур Николачук покалечил Алену Апинченко. Стало известно, чем закончили съемки новогоднего корпоратива. У ребят было задание изобразить потасовку во время песни Максима Моргенштерна. Артур сидел за одним столиком с Аленой и, когда дали сигнал крушиться вокруг, начал бросать Алену на пол, толкал ее, порвал на ней платье и бросил на перевернутый столик. Драка должна была выглядеть правдоподобной. Вот теперь Апинченко и хромает, жалуясь, что чувствует себя инвалидом и с трудом ходит. Все ноги девушки покрыты синяками и ссадинами. По словам Яны Захаровой, поддержавшей Алену, Николачук перегнул палку, оправдываясь перед ребятами, что вошел в кураж и не мог остановиться. Неужели позавидовала Апинченко, которой досталась награда – актриса года? Или у него давно руки чесались, и Артур просто воспользовался моментом, избавляясь от накопленной агрессии? Для Кати Гориной это очередной звоночек. Что ждать от мужа в будущем за периметром? Апинченко посмотрела на резки корпоратива и теперь не может понять, что она сделала Артуру и почему он так жестоко с ней обращался во время сценки. Алене сложно принять тот факт, что остальные участники не пострадали, а она избита и морально подавлена, и никакого новогоднего настроения больше нет. Зато лучше всех сыграла свою роль. Спасибо за просмотр! Рекомендую посмотреть и другие интересные новости. Кликайте прямо сейчас! Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и оставляйте ваши комментарии.